На неделе отметили День Учителя. Общеизвестно, что учитель — это не только человек, обучающий наукам. У педагогов особая гражданская миссия — воспитание подрастающего поколения, а знания и опыт учителей, их новаторство, лежат в основе каждой школы. Какие задачи сегодня ставят перед собой учителя? Каких педагогов хотят видеть сами ученики? Моя коллега Розалия Борисова в репортаже также расскажет об учителях-мужчинах, работающих в этой благородной профессии. Учителей должно быть чувство юмора, чтобы дети тянулись к ним. Не просто у них было желание прогуливать уроки, а посещать их. Наверное, строгий. Естественно, не сильно, но чтобы был требовательным. Так, чтобы спрашивал все домашние задания, все контрольные. А еще учитель должен быть умным, добрым, интересным, современным и понимать детей с полуслова. Список можно продолжать бесконечно. Быть примером и авторитетом педагогу 21 века сегодня сложно. Но все-таки возможно. Если мужчин-учителей сегодня в школах не так много, то учителей мужчин начальных классов почти нет. Тимофей Степанович является одним из тех немногих, кто отважился работать с самыми маленькими. Вот уже 30 лет он учит вчерашних дошколят читать, писать и считать. Знаете, в начальной школе закладывается основа основ образования ребенка. Поэтому тут имеет работа наши свои нюансы. Это, конечно, индивидуальный подход каждому. Когда в первом классе дети, которые пришли, не читающие, начали читать, когда они начали писать каракули, когда они не знали, где начало, где конец строки. Вот после того, как они умеют все это делать, уже начинается результат нашей работы. А после четвертого класса ответственность за детей переходит уже к другим учителям. Математикам, историкам, русоведам, информатикам и физикам. С пятого класса уже они начинают готовить детей ко взрослой жизни. На каждом уроке мы, учителя истории, стараемся извлечь какой-то урок из прошлого, чтобы это понадобилось нашим детям в будущем. Дети, они же народ любознательный. Если они что-то встречают новое, то вполне это им интересно, и они с интересом занимаются. В старших классах у нас уже технология. И они уже так же понимают, что навыки, которые они получат, им пригодятся в профессиональной деятельности. Я стараюсь, чтобы они больше дома разбирали, а мы уже с ними разбираем сложные всякие моменты. Материал, который они изучили, потом легче с ними разбирать, они его легче усваивают. То есть вот если этот момент. Ну и стараюсь больше каких-то игр, таких бесед. У нас вот, мы любим проводить дебаты. Дебаты, интерактив сегодня учителя используют повсеместно, иначе дети просто не усваивают материал. Во-первых, долгие какие-то рассказы учителя, они уже не воспринимают. Им уже нужна, конечно, интерактивность, им нужна картинка, чтобы была обязательно. Поэтому у нас сейчас больше не доска, а презентации. Потом они не любят, конечно, читать. Большой текст для них очень сложен. И ЭГЭ, кстати, результат ЭГЭ, ОГЭ показывает, что с этим многих детей проблемы с текстом. Вместе с тем педагоги отмечают и плохую физическую подготовку детей. Посмотрочные первоклассников нынешних. Те, кто занимаются, гимнасты, они сразу видно, что они устроены, потянуты, пришли, встали ровненько. А многие дети распоясаны, разбалованы, физически слабы, потому что родители, к сожалению, мало уделяют внимания. И чтобы сегодня каждый день бороться за внимание учеников, желание учиться, педагоги признаются. Нужно ежедневно повышать квалификацию, быть в курсе новых интерактивных форм обучения. Но самое главное, нужно любить свою профессию. И тогда и ученики отзываются. Андрей Викторович, он у нас ведет физкультуру. Он добрый и веселый. Да, я хотела бы знать историю, как Сергей Леонидович. Думаю, мы этому научимся в течение 11 лет, может быть, если будем хорошо слушать. Все те экзамены, которые я выбрала к сдаче, их преподают именно те учителя, которые мне нравятся. Я очень люблю историю, общество знания. Я хотела бы сдавать биологию, литературу. Сегодня на плечи педагога ложится еще большая задача. Быть не просто учителем, а наставником, который сможет поддержать, дать нужный совет и подготовить ко взрослой и самостоятельной жизни своих учеников. Розалия Борисова, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем.